Здравствуйте! Я Елена Левицкая-Пахомова. Это механизм действия. Говорить в начале сентября всегда есть о чем, потому что недавно только просвистели мимо нас важные праздники для нашей страны. Какой осадок после них остался и что нас ждет грядущей осенью и зимой. Об этом будем говорить человеком, который впервые у меня в студию. Очень давно хотел его заполучить. Но вот так случилось. У меня сентябрьский подарок Виктору Жосу. Вы являетесь политологом. Мало того, когда я познакомилась с биографией, узнала много нового для себя. Поэтому, во-первых, здравствуйте. Да, добрый день. А правда ли, что вы были советником Мирчи Снегуру в свое время? Да, было такое в моей биографии. Был такой пункт. Я где-то примерно полтора года. Это было завершение мандата президента Мирчи Снегура. Я был у него советником. Я отвечал за вопросы внутренней политики. В том числе, в аппарате курировал вопросы, связанные с переговорным процессом с Приднестровьем. Ну и по совместительству отвечал еще и за взаимоотношения с религиозными культами. Ну, в сущности, с Православной Церковью. Потому что там был еще один советник, коллега мой, который отвечал за взаимоотношения с другими религиозными культами. А как бы вот отношения с Православной Церковью тоже входили в сферу моих компетенций. То есть, сферу того, где я мог давать советы. Что я, собственно, и делал. Так, а это какой у нас период, подскажите? Ну, это у нас период, начался этот период осенью 1995 года. И закончился он в январе 1997 года, когда первый президент Мирча Снегур уступил в место второму президенту Петру Лучинскому. Соответственно, ушла вся команда, все советники. И новый президент пришел уже со своими. Вот так вот. Насколько, во-первых, как это вообще произошло? То есть, у вас до этого были какие-то контакты с президентом? Или это так вот, знаете, из ближнего ли круга вы были? Нет, я не был из ближнего круга. Более того, в моей биографии, так сказать, был еще такой перед этим пункт, как участие. Я входил в ту группу, которая в свое время, в 1990 году создала Социал-демократическую партию Молдова. Вот. Ну, я не буду сейчас подробно останавливаться на этом, в общем-то, моменте. Скажу только одно, что вот именно в период вооруженного конфликта, причем в разгар этого конфликта, весной, особенно летом 1992 года, когда уже шли боевые действия вовсю и в Бендерах, ну, мы были, может быть, наверное, единственной политической силой, насколько можно было вообще считать нас тогда силой, которая, а тогда была в стране гласность. То есть, каждая партия имела право на 10 минут или 15 минут по телевидению пойти и сказать все, что хочет. То есть, до сих пор законодательно тоже она имеет. Ну, не знаю, тогда это было на практике. И вот мне было поручено пойти озвучить нашу позицию. Какова она была? Как позиция была немедленно прекратить боевые действия и чтобы был мир. То есть, это без никаких. Вот. И там же было и обращение к президенту Снегуру. Потом у нас состоялось уже после того, как было подписано соглашение, была встреча руководства партии с президентом Снегуром. Ну, где мы тоже как бы старались как-то и подбодрить, и, в общем-то, ну, высказать свою позицию в отношении того, как нужно дальше вести этот процесс. И, в общем-то, тогда мы познакомились. То есть, тогда он в том числе среди моих коллег узнал и меня. И поэтому, когда ему в 95-м году, его, в общем-то, ну, кто-то из его окружения порекомендовал меня в качестве советника, он меня уже знал и пригласил на беседу. Мы поговорили. То есть, как? Он задал вопросы. Вот. Я у меня было... Единственное, как бы, условие, которое он... Условие было такое, что давайте так, вот вы решаете, я даю советы, вы принимаете решение. Но я... Позвольте мне говорить всегда то, что я думаю. Да, конечно, конечно. Вот, собственно... И после этого, я считаю, что, ну, был период, когда он очень много мне дал, понимаете, в плане понимания того, как работает у нас государство, как соотносится парламент с правительством, какие механизмы скрыты, открыты и так далее. Причем тогда, вот в тот период, потом это все... Он чем запомнился? Все-таки было какое-то желание, ну, строить, как бы, правовое государство и чтобы была немножко демократия. Конечно, опыта не было, культуры политической не было, но стремление такое было. Это было в середине 90-х. Но все мои дети перестройки в любом случае. То есть мы оттуда вышли, примерно вот это же пытались как бы привнести в независимое государство. То есть мы тогда еще в это верили. Потом уже пришло, по прошествии лет, пришло понимание, что, конечно, в этом много было и придуманного, и надуманного, что на самом деле реальная жизнь, в том числе реальная политика, она, в общем-то, про другое. Но, но, при всем том, я не могу... То есть я помню, как очень сильно переживал президент Снегур, когда Конституционный суд признал неконституционным его указ о снятии злорности министра обороны, генерала Павла Крянга. Это было... То есть мы тогда все советники получили от него, что называется, это вы меня, все такое. А меня, значит, признали, что я нарушил Конституцию. А почему вы снимали? Напомните. Потому что я в 98-м пришла на телевидение, и это все было в моем нежном возрасте. Там были сложные отношения между премьер-министром Сангель и президентом Снегуром, и президентом парламента Лучинским. То есть это при всем том, что... Лебед, рак и щука было, получается. Ну, в основном они скрывались, эти отношения, но внутренне, конечно, они были напряженными. И поскольку считалось, что министр обороны, как бы, вот есть верховный главнокомандующий, и министр должен подчиняться ему, но премьер-министр Сангель не наставил, что нет, он как членка министра должен подчиняться мне. И, в общем, из-за этого, собственно, тут все началось. А потом там были обвинения в коррупции, что в Министерстве обороны коррупция происходит, что, в общем, там что-то... Ну, был целый ряд, как бы, аргументов. Собственно, из-за этого и произошло. Но вот Конституционный суд тогда принял решение о том, что нужно восстановить, отменил указ. И, кстати говоря, после этого президент Снегур издал другой указ об отмене своего указа. Хотя, в сущности, наверное, в этом не было необходимости. Ну, понимаете как, но это говорит о том, что все-таки вот есть решение суда, надо его исполнить. Вот я его исполнил, я отменил. К слову сказать, вот то решение Конституционного суда 2016 года, которое он признал, что нельзя, что те выборы были незаконны, и что нужно выбирать прямым голосованием президента, до сих пор Конституция так и не была приведена в порядок. То есть, ну, я понимаю, что это все дискуссия. Но это еще раз к тому, что тогда, в середине 90-х, ну, у политического класса Республики Молдова все-таки было стремление, чтобы это независимое государство, ну, ну, двигалось к демократии. Тогда, я помню, в 94-м году очень гордились тем, что, ну, вот, нас первых приняли из постсоветских государств, первых принял Совет Европы. Там, понятно, накидали кучу замечаний, ну, как кучу, по-моему, их было 18 или 19 замечаний, вот, но, тем не менее, что вот мы движемся в Европу. Ну, что из этого получилось, так сказать, я не буду так вникать в детали. А расскажите, о чем шли переговоры с 95-го по 97-й год с Приднестровьем? Потому что, вообще, эта тема, ну, я бы сказала, очень много клише по этому поводу. И у нас, значит, ну, вот, как-то для большинства населения есть 92-й год. И потом, вообще непонятно, как же и Приднестровье, то есть какие-то периодически, вот, происходит там что-то Нина Штанский, чего-то сюда много ездила, говорила, и красиво выступала, я бы сказала, так, ну, с точки зрения визуальной. Сейчас все понимают, что там, ну, вот, есть Шериф, есть Молдова, каким-то образом мы, ну, не Молдова, а Молдова, Приднестровья часть, Молдова есть, Кишинев, грубо говоря, есть и Располь. Вроде как не договорились, но мы все понимаем, что электричество у нас прекрасно идут поставки по газу. Вроде как есть недоговоренность, но есть договоренность, и во многом благодаря наличию Приднестровью у нас есть газ, это тоже нужно не упаскать. В 1995-1997 год, это тоже вот как-то так вот проходит. Что там был за период интересного такого? Ну, там был период, когда все-таки речь шла о том, что, ну, наверное, нужно все-таки статус с Приднестровым решать. Причем это был период уже после того, как ушла... В рамках Молдовы. Смотрите, значит, тут ведь что? Ведь с чего все началось? Началось с того, что был в 1991 году, в феврале был избран первый парламент по одномандатам и кругам. По-моему, 380 депутатов. Часть из них, значительно, была с левого берега. Ну, плюс там из Бендера, я помню, Пологов был еще, Воловой. То есть, в какой-то момент, это было еще начало военных действий, эта группа ушла из парламента. То есть, они ушли, и там пошел процесс создания Верховного Совета. В общем, ну, то есть, всего того, что... Ну, они что же ушли, и так было бы избиения, было много чего. Разные ситуации были, но в основном они ушли для того, чтобы заниматься созданием уже там республики. Потом случилась горячая фаза конфликта, потом было соглашение, началась миротворческая операция трехсторонняя, с участием трех сил. А потом пришел... Тут как раз я застал период, когда в 1997 году стал премьер-министром... Нет, стал министром, на самом деле, Примаков, и его заместителем Пастухов, который сюда приехал с целью, чтобы... А это было перед... Нет, это был даже 96-й год. Вот, 96-й год. Это были выборы президента и... Ну, как, президента Ельцина. Были в России выборы президента. И Ельцину очень нужно было, чтобы как-то вот что-то такое закончилось. Ну, показать, что вот где-то там на пространстве... Хэк-энд нужно было. История успеха. ...что-то такое придумаем. Да, вот давайте урегулируем в Приднестровье. А что такого? Значит, с Мирчей Ивановичем мы знакомы. Значит, Игорь Николаевич, мы с ним поговорим. Давайте, что такое? И вот приехал замминистра иностранной Белоруссии сюда. И тогда был подписан... Был некий меморандум. Его называли потом меморандумом Примакова. Но там, значит, там было зафиксировано вот это вот положение. Еще раз о статусе. И, собственно, после этого началась длительная такая цепь встреч. То в Кишиневе, то в Бендерах, то еще где-то. Где пытались, в общем-то, ну что, Кишинев выступал, ну что, ну так давайте же. И говорили, ну давайте, но смотрите, вот сначала вот это, потом вот это. И вообще, так сказать, мы... А какой статус вообще предлагали тогда? Ну, статус широкой автономии. Но, понимаете, но конкретики, до конкретики не дошло совсем, не доходило. То есть, что там... То есть, в принципе, о рагоговозье что-то такое похожее. Зафиксировали, что должно быть три государственных языка, с этим согласились. Да. А больше, как бы, ничего такого. То есть, это было еще задолго до того... Вот конкретика как раз появилась уже при президенте Воронине. Когда возник меморандум Козака, так называемый. Вот там уже появилась конкретика. До этого ничего такого не было. Долго спорили по поводу того, значит, они говорили, что, ну, терраспольчане, что федерация, наши, значит, упирались, мы не можем, потому что вот мы же конституцию приняли в 2004 году, там написано унитарное государство. Ну, а вы там примите другую. Но, во всяком случае, было и такое. То есть, на самом деле... А почему не случилось? Понимаете, кто-то же должен был уступить. Да-да. Вот кто-то. Но никто не хотел уступать. Потому и не случилось. Почему? Потому что, особенно если была война, надо понимать, что после этого просто так оставаться не может. То есть, что-то должно поменяться. Или мы уступим. Да. Рискуя, что получим, так сказать, тут же дневный отповедь от наших патриотов, там, националистов. Да как вы посмели, да что ж такое. Ну, они, соответственно... Ну, они, соответственно, тоже не могли уступить, потому что они обложились референдумами перед этим, они обложились Верховным Советом, они обложились... То есть, тоже так хорошо вложились, что, в общем-то, и вот так. И вот так, пока не пришел 93-й год, по-моему, ноябрь месяц, когда, значит, с меморандумом Козыка... Это уже следующая фаза. А на прошлой неделе у нас был 27 августа, День независимости. Вот вы понимаете, как отмечать этот праздник? Потому что, судя по тому, что происходило на площади, как-то пока невнятно у нас. Я, во-первых, помню, как это все возникало. Вот, пошла, 91-й год, пошла, значит, череда независимости, принятие... Значит, ну, прибалтийские, значит, три вот этих республики, они еще в 90-м году приняли. Да-да, они не ждали там ничего. Значит, Грузия приняла, по-моему, в мае месяце 91-го года. Затем случилось ГКЧП. Вот, и тут пошло, значит, Украина, Белоруссия, а Молдаване как-то ничего. И, причем, этот Верховный Совет собирались, значит, что делать, Машану, там Снегур, объявляем, не объявляем. Пока, пока, 27-го, просто Народный фронт, тогдашний, а тогда уже Народным фронтом руководил Юрий Рожко. Потому что все остальные, значит, друг уже был в отставке, там, значит, уехал в Румынию. Эти депутаты были тут, там, Хадырк, Матеев, в общем, они были все в парламенте, как бы, а все держал он. Ну, как бы, рычаги организационные. И он вывел на площадь толпу. И стали требовать, что вообще такое. Давайте, независимость, независимость. Ну, я не буду сейчас вникать в детали, там, кто этот текст писал и как он появился. Но в значительной степени тот парламент, тогда еще Верховный Совет принял, нет, или уже был парламент, я не помню. Они себя переименовывали, да, несколько раз. Вот принял декларацию независимости. Ее подписали, потом пили шампанское, потом через пару лет, значит, всех депутатов-подписантов дали им по ордену. То есть, ну, ладно, все это было. Но сказать, что мы прямо так боролись, 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 ну, нельзя этого сказать. Не было, на самом деле, такой борьбы за независимость. Ждали, что случится с Советским Союзом. И вот, когда уже он, что называется, задышал на Ладан, ну, да, вот давайте. Давайте, потому что все, как бы, ну, давайте и мы. Вот так это все было. Хотя, конечно, с течением лет это все обросло, ну, как всякий праздник он обрастает своими мифами, понимаете. И в народном сознании. И, конечно, для новых поколений, ну, вот я смотрю и по постам в социальных сетях, и подумаю, как реагируют люди. Ну, да, вот как бы праздник. Хотя, по большому счету, я об этом тоже как-то писал. Я считаю, что вот, ну, чей это, понимаете, вот есть люди, которые этому казашу служат. Взять какого-нибудь пожарника, или взять какого-нибудь полицейского. Да, врача, учителя, все они. Да, то есть те, кто, ну, наверное, все-таки это в первую очередь их праздник. Почему? Потому что политики, по большому счету, они не заслужили этого праздника. Потому что то государство, которое мы сегодня имеем, оно очень далеко от тех идеалов, которые тогда, в начале, в 91-м, 92-м году, как себе мыслилось государство, процветающее, демократическим, с равными правами, с, кстати говоря, с многоязычием. Понимаете, то есть, вот получили независимость, давайте развивать экономику, давайте делать, увы, увы. Поэтому смешанное такое чувство к этому празднику. То есть я считаю, хотя люди празднуют. Народ, ну, что делать? Ну, есть повод. Есть повод, да, погулять, пройти. Погулять, так сказать. Город красиво, красиво. Молодежь там вечером на площадь придет. Ну, не столичная, обычная спригрыка. Хотя я, и не один, наверное, считаю, что вот за такой короткий промежуток 27-го августа и 31-го августа, ну, достаточно было бы одного и праздника. Называть его, я не знаю, Национальным днем, там, Республики Молдова как-то. И по-разному это все 31-го августа. И не только потому, что 27-го – это еще последний день Успенского поста, и, в общем-то, не очень, и не просто не очень, это совсем не хорошо, когда, значит, в кафедральном соборе происходит чин погребения Богородицы, то есть похороны идут, а тут на площади, значит, танцульки и музыка и все такое. Это богохуйство, это кочунство на самом деле. Такие вещи просто так не проходят. Но еще и потому, что действительно для нас, ну, такая, наверное, мы нация, понимаете, что для нас понятие языка, вот оно сыграло в этой истории последнего наших десятилетий, ну, наверное, определяющую роль. То есть мы на языке, мы как-то вот замкнулись. Вот я как раз хотела спросить. Дальше мы как-то не пошли. Мы не пошли там с правовым государством, мы не пошли с рыночной экономикой, ну, не пошли. А вот здесь это у нас вот, получилось это наше все, понимаете. Поэтому, ну да, 31 августа было бы справедливо праздновать Национальный день Республики Молдова. Не разграничивая независимость, язык, просто вот так вот. Вот объясните мне тоже, почему у нас 31 августа, у меня есть свое представление, как можно было бы, да, отмечать. То есть я считаю, что в этот день можно рассказывать на всех языках, ну, не знаю, там, мастер-классы, давайте будем изучать гагаузский, польский, иврит-идиш, потому что у нас оба языка были, ходили, разумеется, государственный, русский, все языки. Вот чтобы мы перемешивались и понимали, что на самом-то деле мы все говорим на смеси многих языков. Мы сами того не понимаем, этого. Но у нас весь праздник превращается в то, что ты сама об этом тоже писала, все претензии у нас. Я владею языком, а ты не владеешь языком. И вот в этом твой главный грех по жизни. Вот почему 31 августа у нас все разговоры сводятся, а ты говоришь на языке или не говоришь? У вас есть вот это понимание? У меня есть объяснение этому причину. Потому что с самого начала, вот тогда, когда это началось даже не в 89-м, а началось в 88-м году, когда пошли вот эти вот движения о том, что язык должен быть государственным, это был еще СССР, язык стал восприниматься теми, кто требовал государственного, значит, про разглашение молдавского языка в то время, подчеркнуто государственным. Ну вот как, зачем нужен закон? А что такое закон? Закон – это, в общем, насилие. Закон – это средство принуждения, любой закон. Либо правило, вот так можно сказать. Ну, правило, нарушил правило, значит. В любом случае, закон – это, хочешь не хочешь, это то, что тебя принуждает, ты должен это выполнять. Ага, не хотите? Ну, так мы вас заставим. Хотя, на самом деле, это как бы вот и мечта моя такая, и, может быть, когда-нибудь появится у нас здесь поколение, которые смогут ее осуществить. Ведь мы забываем главное, что язык – это средство общения. То есть, а общение может быть когда? Когда есть доверие, когда есть уважение взаимное, ну и когда есть любовь, если хотите. Вот когда румынский язык станет языком любви друг к другу, к Богу, к земле, к людям, понимаете, к окружающим, к природе, к традициям, к истории. Я думаю, что тогда гораздо охотнее захотят, в том числе, люди, которые не владеют румынским языком, его учить. Почему? Потому что, ну, есть такой пример, он из истории христианства. Христианство первых веков, когда христиане были сильно гонимыми, когда появились мученики. И к ним стремились, тем не менее. Их распинали, их казнили, их подвергали страшным пыткам. Почему? И когда возникал вопрос, что вы хотели, почему к ним шли, что вас притягивает к этим гонимым? Потому что в Римской империи вообще она толерантна была ко всем религиям, кроме одной, кроме христианства. Ответ был очень простой. Мы хотим к ним, они там так любят друг друга, что мы хотим к ним, мы хотим быть с ними, и мы хотим быть в этой атмосфере любви. Вот если когда-нибудь румынский язык, если его носители, то есть в данном случае мы, научимся или научим наших детей, или научим наших внуков, в первую очередь относиться друг к другу, создавать эту атмосферу любви, уважения, помощи, реальной солидарности, а не декларируемой, знаете ли, политическими партиями. Я думаю, что тогда атмосфера изменится, и тогда люди сами захотят охотнее этому языку учить, те, кто им не вывезли, и гагаузы, и все остальные. Все, да, но нас тут много. Вот это вот такая вот штука. А потому что пока что, вот я включаю телевизор 31-го, слышу передачу, значит, там на каком-то телеканале, что вот в этот день, значит, мы, значит, вот восстановили историческую справедливость. Подождите, я вообще не понимаю смысла этого словосочетания. Что значит восстановить историческую справедливость? Она когда-то была, но так то, что было, это было. Это все осталось в истории. Что вы хотите восстанавливать? Ну ладно, тут смысл, знаете, искать смысл здесь занятие такое, досужее. То есть не будем. Не этим надо заниматься, а надо просто перестраивать атмосферу в обществе, делать ее другой. И, конечно же, по идее, этим должны были бы заниматься политики. То есть они должны были бы по-другому свою политику строить, чем они ее строили до сих пор. По идее, должны быть хорошие советники у политиков, а у них явно с этим хромает. Вы знаете, тут ведь советы... Ну, советниками должны быть специалисты, что смело быть. Желание меняться. Ну, вот вы правильно слово сказали, любовь. Вот эта любовь, это самое главное. Любить людей. Любить людей. Первое сентября у нас тоже случилось на этой неделе. И первым уроком нам, значит, объявили, что первый урок у нас посвящен году признательности ветеранам войны еще 1992 года за государственную целость. Ну, тут как бы, да. И независимой страны. Вот независимой страны что-то я не помню как-то, чтобы раньше употребляли по отношению к этой... А от кого независимость-то? На самом деле мы ведь очень сильно зависимая страна. Мы очень сильно зависимая страна. Мы зависимо финансово. Мы зависимо идеологически очень сильно зависим. Потому что у нас таки не появилась своей какой-то идеи, которая бы здесь была важна и ценна для людей, которые тут живут. Мы геополитически очень сильно зависим. Мы зависим от Запада. Понимаете? От Евросоюза, от Соединенных Штатов Америки. И вот это вот показное такое стремление говорить о независимости, я считаю, что оно преследует цель именно вот замазать, прикрыть то, что на самом деле в реальности существует. Совсем другая ситуация. Понимаете? А это знаете, как вот это вор кричит про другого? Держи вора, держи вора. Вот и так же. Люди, которые очень зависимы, все время говорят о том, что они независимы. И указывают на других, вот они зависимы. Есть старая восточная поговорка. Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. Сколько ни твердите вы о независимости. Ну, ребят, ну мы все зависимы. В том числе мы зависим от ваших амбиций, от ваших фобий, если угодно, от ваших страхов, от вашего нежелания идти и... Ну, я сейчас просто перейду на самую больную проблему. И договориться о цене на газ. Об этом мы тоже поговорим обязательно. Да, я не буду. Вот ведь. И потом мы до сих пор живем в сознании, что мы же были в оккупации. Слушайте, да не были мы в оккупации. Мы жили в Советском Союзе. Да, это была империя, да, но мы были составной частью этой империи. Потом она распалась. Мы обрели независимость в результате распада империи. Мы все время были в составе какой-то империи. Но в сознании наше осталась вот эта оккупация. Так оккупация в головах-то. Вот где должна быть свобода в первую очередь. То есть надо тут освободиться-то в мозгу. Менталитет поменять свой. Как вы думаете, своевременно ли устраивать 1 сентября детям на первом уроке говорить о войне в тот момент, когда действительно рядом с нами война? Может, детям лучше говорить о мире? Ну, это пропаганда, понимаете. Это самая настоящая пропаганда, причем плохого качества, плохого пошиба, я бы так сказал. Ну, такие вещи нельзя делать. Говорите им о знаниях. Говорите о том, что они должны учиться хорошо. Говорите о том, что они должны уважать старших, что они должны уважать учителей. Говорите им о каких-то вещах, которые им действительно пригодятся в жизни. Не надо их, вашей идеологией, мозги им детские забивать. Потому что, на самом деле, во-первых, они ничего из этого не запомнят. Во-вторых, что они поймут, они этот фальш, дети фальш чувствуют очень быстро. Понимаете? Поэтому потом они становятся циниками. Потом они понимают, что можно говорить одно, а думать другое, а делать третье. И вот это вот такими псевдоуроками, на самом деле, это прямой путь к тому, чтобы неправильно воспитать будущего маленького человечка, чтобы, когда он вырастет, чтобы он неправильно рос. Ты спала как-то самое большое проклятие для писателя, чтобы его произведения включили в школьную программу. Тогда его точно возненавидят. Или самое большое разочарование математика, ученого, когда то, над чем он трудился всю жизнь, взяли и включили в программу за шестой или девятый класс. Но так же и здесь. Так же и здесь. Поэтому нет, нет, это все, знаете, это такие попытки, ну, опять же, вот, искусственно, чтобы такое придумать, при этом сюда еще заложить пропагандистский обязательно какой-то вот такой элементик. Ну, несерьезно и плохо, и плохо, главное. Для детей это плохо, в первую очередь. Ну, вот вы со всех сторон поработали, вы в администрации президента, получается, работали, и журналистом вы тоже многие годы трудились и трудитесь. И вот сейчас, как вы смотрите на взаимодействие власти нынешнему и журналистов, насколько они открыты? У вас тоже, для меня, вот сразу скажу, при моем разнообразном отношении к Анатолию Гольну, мне кажется, что это был один из лучших пресс-секретарей на моем веку президент. Это на моем, но я с 98-го года работаю, поэтому мне сложно. По крайней мере, к нему можно было обратиться с любым вопросом, и даже на самый удобный он был, кто не знает, пресс-секретарем Петра Олчинского. Да, 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 вот. По вашему мнению, потом были разные пресс-секретарии, разные периоды, но вот это было вдумчиво, я помню, встречи с журналистами, где нам каждую неделю объясняли политику партии Ленина, ну, тот момент Петра Олчинского. Сейчас, вот насколько можно говорить о том, что власть открыта, закрыта, есть ли доверительный? Вас вообще, кстати, в администрации президента давно приглашали, потому что вы один из, по моему мнению, лидер общественного мнения, по крайней мере, ну, в соцсетях ваши посты всегда вызывают просто большой ажиотаж, интерес. Не приглашали, даже я как-то и не жду, откровенно говоря. Да, мне тоже не приглашают, ну, я не могу сказать, что не жду, интересно. Смотрите, что происходит-то на самом деле, что у нас вообще, давайте так, что у нас произошло вообще с прессой за вот последние лет 20? Я не хочу говорить 30, потому что в 90-х все-таки как-то, ну, действительно, в том числе и тот эпизод, который вы упоминали, то есть к прессе относились еще как к прессе. Как одной из ветвей власти. Да, ну, и как ветвей власти, и к тому, без чего, как бы, ну, политика не может существовать в нормальном обществе, в открытом обществе, где... Как к равным, я тогда сказала. Ну, да, 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 с уважением с этим. Сейчас ведь, когда поделилась политика очень жестко на, там, по идеологическим, по геополитическим, по языковым, по еще каким-то признакам, то ведь поделилась и пресса. Ну, она поделилась в том числе и потому, что нет условий для существования, я считаю, законодательства, он очень плохой, а СМИ, она просто не... Ну, у нас есть закон о печати старый, старый... Да и не соответствует, на самом деле, понимаете, даже такие вещи, которые, вот, я помню, как в 90-м году, допустим, приняли закон о печати в Румынии, и там было четко прописано, понимаете, права журналиста, что может ему главный редактор, и что не может ему диктовать главный редактор, что может владелец или собственник издания, его взаимоотношение с редакцией, и что он не вправе вмешиваться в эти вещи, понимаете, то есть определяет редакционную политику и так далее, и так далее. А кто сейчас у нас определяет в большинстве случаев политику СМИ? Да сами же политики и определяют. Или владельцы, которые часто тоже... Отсюда, отсюда, такое отношение, такого презрения, то есть к журналистам, ну, вот к каким-то наемным работникам. Обслуживающим персоналам. Да, вот вам давайте вот, ну, чего, давайте. Я, кстати, впервые знаете, где столкнулась с этим? В Приднестровье. Вот я тогда была шокирована, потому что я привыкла, что на правом берегу к нам относятся... Ну, вот спите, это мне кем, по крайней мере, я с публики пошла, действительно к нам относились и спрашивали. Когда я приехала в Приднестровье, ну, я когда-нибудь напишу свои воспоминания, расскажу, как ко мне обращались там, но там действительно было абсолютно ощущение. И вот вернувшись сюда, я сейчас понимаю, что мы примерно вот в тот же какой-то такой тоталитарно-диктаторскую... На самом деле, конечно, политическому классу пресса в том качестве, в каком ее хотели бы видеть журналисты, она не нужна. И общество. Она не... Ну, общество, как бы, общество нуждается в прессе, на самом деле, потому что она, ну, она не только там, как бы, говорят, вот четвертая власть, там, посредник между... Но она еще и возможность для тех же политиков взглянуть на себя со стороны, понять и видеть себя... То есть она обратную связь тоже от массы. Да, да, да. И общество, может быть, скажете, журналисты тоже, да? То, что ты по себе думаешь, такой красивый или такая вся умная и прекрасная, а то, что ты есть, как тебя воспринимает общество, среда. Нет желания этого, понимаете? Нет желания, потому что нет доверия к обществу. А нет доверия к обществу, значит, нет доверия к прессе. Ну, вот, значит, поэтому вот этих, которые, значит, они хорошие, потому что пишут о хороших людях хорошо, а те, которые о хороших людях хорошо не пишут, ну, значит, они плохие, значит, их будем, будем их обвинять, что они пропагандой занимаются, будем еще что-то делать, будем там штрафовать их будем, там, ну, гнобить будем, короче, понимаете? То есть то, чего, в принципе, быть не должно. Ну, это, смотрите, у нас исчезновение государственной прессы началось при господине Воронине, в общем-то. Молдова, независимая Молдова, Молдова-суверанная. Газеты. Тогда исчезли. И, в принципе, у нас сейчас есть только монитор Лофичал. Ну, и есть МОТ-пресс, по-моему, как агентство. Ну, это как агентство, агентство, на самом деле, даже не все на него подписаны. Ну, как, есть Молдова-один. Это вот, но исчезновение печатной прессы, вот, как вы к этому относитесь? Потому что, мне кажется, что это как бы вообще чтение газеты по утру или раз в неделю, это был хороший тон в моем детстве, там, в моей юности. Сейчас читать местного, ну, вот есть что-то частное, а государственное? Ну, тут как бы есть объективный фактор, появление гаджетов, появление, в общем-то... И все начатся возвращаться напечатанно. Вот, но, конечно же, чтение того, что напечатано, это совсем другое. Чтение книги, чтение газеты, статьи в газете, даже пусть большой, даже пусть на всю полосу. Но это другая работа мозга, это другая работа восприятия. Это по-другому, это формирует человек, если угодно, формирует его... А тут ты быстренько пробежался, а что такое в гаджете? Ну, два-три абзаца. Потому что дальше уже... Дальше надо делать отсылку на портал, потому что там много. А кто там еще будет много читать? Много буков дальше. Да, не-не-не-не. Вот это вот, это одно. Второе, это, конечно, стоимость, непомерная стоимость типографских услуг, которая росла и растет. И по этой причине целый ряд газет просто-напросто поумирало, как печатных изданий, и они перешли в интернет, остались там. Что, конечно же, тоже печально. Почему? Потому что особенно тем, кто помнит, как это происходило... Если я вам скажу, что в 89-м году там тираж литературы Шарта доходил до 400 тысяч экземпляров, понимаете, что такое для маленького лучше 400 тысяч? То есть, а там, допустим, ну тогда еще советская Молдавия, потому что она выступала как бы оппонентом, ну где-то было раза в два меньше, ну и 200 тысяч. 200 тысяч, это сумасшедшим. Это тоже очень много было. Люди реально подписывались на прессу, понимаете. Люди читали, люди хотели читать, люди узнавали. Все это осталось в прошлом теперь. Что у нас в будущем? Какое-то время, какое-то время партийная пресса появилась, но долго она не выдерживала, потому что она не может быть... Пресса партийной быть не может поопределить. Она не интересна. Это не пресса, это боевые листки какие-то, там, где вот такие дадзебау. А о том, что у нас будет в будущем, в настоящем будущем, с прессом мы поговорим сразу же после рекламы. Она быстро пройдет. Это механизм действия. Возвращаемся в студию. Напомню, у меня сегодня Виктор Жосу, человек многогранный и журналист и политолог, и бывший советник одного из президентов, первого президента Республики Молдова. По поводу журналистики, если вот вернуться, что у нас есть сейчас? Процессы, которые начались на Молдова-1. Ну, вот в частности, значит, у нас все силы теперь брошены до основания, и затем мы все продаем и разрушаем, и строим новое. Вот вы человек, который проработал много лет в журналистике. Как вы думаете, новые издания сильно отразятся на качестве, на содержании? У вас были вообще в вашей жизни примеры, где созданное, грубо говоря, на коленках, может быть, приносило больше эффект, нежели огромная студия? Я в таких работала. И там, ну, не знаю, какие-то бешеные типографии, еще что-то. Ну, я не телевизионщик, сразу скажу. Но на моей памяти, конечно, были такие примеры, но достаточно назвать, я не знаю, программу «Взгляд», которая там сидела, вот маленький стол, сидит, 4 человека, и смотрит огромный Советский Союз эту передачу. Каких человека? Да, каких человека? Каждый индивидуальный, с каждой. Хотя со временем выяснилось, что, так сказать, ну, да, они тогда вписались в... Но это был высококлассный телевизионный продукт, который вписался в свое время, и который, еще раз говорю, который имел колоссальную аудиторию. Было там еще времечко, тоже, кстати, было очень интересно. Многое. Понимаете, то есть, это к вопросу о том, нужна ли огромная студия, и нужна ли колоссальная дорогостоящая техника. Поэтому, конечно же, дело не в этом. Дело, в первую очередь, наверное, в наличии, в желании делать качественный продукт, чтобы людям было интересно его смотреть, чтобы он был разнообразный. Но, чтобы он был разнообразный, опять же, людям нужно дать свободу. Понимаете, нужно создавать, наверное, какие-то небольшие творческие коллективы, которые в этих, чтобы они там варились, так сказать. Да, где должен быть каждый продюсер, где у каждого свой продюсер, где должен быть режиссер, где должна быть группа операторов, которые работали бы. И только что было несколько, как бы, направлений. Вот. Но при этом, чтобы у них была творческая свобода. Тогда может что-то получиться. Но сколько я помню вот это вот наше национальное телевидение, которое потом стало «Молдова-1», как его не пытались реформировать, как его не пытались, что только с ним не делали. Ну, знаете, вот нет и все. При том, что когда уже доходит до того, что просто кадры выметаются, старые, которые работали десятилетиями, там, которые, ну, все-таки так нельзя с людьми поступать. Да, даже если прошел срок контракта. Потому что вы не возьмете. Где вы возьмете? Откуда вы привезли новых возьмете? Тех выпускников журналистского, факультета журналистики. Ну, во-первых, не идут. Во-вторых, сейчас ведь как у нас? Я немножко знаком с ситуацией. Сейчас очень много появилось грантов по линии коммуникации, массовой коммуникации. То, как раз, чему их там как бы учат в университете. Понимаете? И они стараются где-то со старшего, какой-нибудь с последнего курса уже подумать, в какой проект втиснуться. Куда вот себе найти место? А идти просто в СМИ, чтобы вот становиться журналистом. А как-то вот это все зачем? Ну, с другой стороны, вы журфак оканчивали? Вот тут я не посмотрела. Вот, видите. Я заканчивал не журфак. Вот. И у меня первое образование тоже Институт искусств по тем временам. Художественный факультет. Вообще не жалею об этом. Потому что, по крайней мере, вот в художестве я разбиралась намного. Больше разбираюсь, чем большинство, даже я бы сказала, вместе взятых, моих коллег. А у вас театроведческие, правда? Ну, театроведческие, да. Десять лет работаю в Академии до 90-го года. Поэтому, как бы... Ну, там другое. Там книжки надо было писать. И статьи. Вот. На этой неделе случился, я бы сказала, ну, почти так, заключительный тоже этап подведен. «Ушел из жизни Михаил Сергеевич Горбачев». Событие, ну, знаковое, по-разному тоже кто-то о нем пишет. Ну, я для себя, вот, кстати, интересно было, потому что, ну, как-то, наверное, те, кто в этом потоке информации не так отслеживали. А мне было интересно, я посмотрела, что у нас в этом году, грубо говоря, чистка небес завершена. Да, может быть, грубо, но как бы. Третьего мая этого года ушел из жизни бывший лидер Белоруссии Станислав Шушкевич, один из подписантов Беловежских соглашений. Десятого мая, через неделю, Леонид Кравчук, лидер Украины. А в этом же году умер Геннадий Бурбульс. Бурбульс Бурбульс. Ну, один из тоже героев Беловежской пуши. Их шесть человек, да, по два человека от России, Белоруссии и Украины подписывало. В двадцатом году ушел Вячеслав Кевич, это от Белоруссии. Ну, и, да, как бы Ельцин раньше всех, но как бы тут образ жизни. И у нас остался, ну, только сейчас там Витольд Фокин, это от Украины. Но Михаил Сергеевич не присутствовал тогда, не доехал. Я так понимаю, что там были собственные какие-то такие убеждения, ехать, не ехать. Не хотел к этому иметь отношения. Может быть, сложная фигура. Вот вы, говоря об уходе первого и единственного президента СССР. Вот в каких красках вы это преподнесли бы? Да. Хорошо, для вас эта фигура на комплекс или минус состоит? Я вам так скажу, нет, ну, фигура со знаком минус. Но нужно, я делаю эту оговорку. Я помню себя в 86-м, 87-м, 87-м годах. Я помню всех, кто был вокруг меня. Вот. И всех, кто выступал и говорил, все были за перестройку. Понимаете, в чем дело? Только, по-моему, вот была такая Нина Андреева, вот было ее письмо, которое, вот она была против перестройки. Ну, и вот, ну, по-моему, она была единственная в Советском Союзе. Мой дедушка тоже был против. Нет, я просто сейчас честно вам скажу, что все, что говорил мой дедушка, вот только к 40-м, моим 6-ти годам, я осознаю, что в чем ты дед был прав. Конечно, нет. Ну, безусловно, со временем начинаешь понимать, что, во-первых, когда ты берешься делать любую реформу, ты должен четко, ясно понимать, каков ты хочешь получить конечный результат. Ничего подобного тогда не было. То есть, был запущен процесс, маховик, когда пошло вот это все, вот и пошло, и поехало больше гласности, больше демократии, больше того, больше сего. А что в итоге-то получить? А в итоге получился развал. Развал того, что существовало, что функционировало, да, что нуждалось, безусловно, в реформировании. Ну, да, она зазрела. Но, 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 какой уже конечный результат? Причем, понимаете, даже тот же распад, который произошел с Советского Союза, он произошел совершенно по какому-то такому бюрократическому номенклатурному принципу. Взяли, просто вот тупо поделили по тем границам, которые существовали внутри Советского Союза, которые были административными границами, которые не играли абсолютно никакой роли для людей. Они там где-нибудь в Госплане учитывались, где-то еще вот так вот, но и все. Ну, это были какие-то территории, которые просто так удобнее было отдать в той же республике, потому что, да, там логистически удобнее было. Но на моей памяти все-таки была попытка, она не удалась, но была попытка все-таки как-то, когда уже стало ясно, что Союз распадается, была попытка как-то решить эту проблему цивилизованно. Это был закон 1991 года, по-моему, марта месяца, если не ошибаюсь, апреля, ну, весны, о выходе Союзной Республики и состава СССР. Там был предложен механизм, который, на мой взгляд, ну, он просто преследовал интересы людей, а не интересы начальников. То есть, референдумы. Один референдум, и через пять лет второй референдум. И вот только те территории, где набиралось большинство о выходе, те должны были выйти. Понятно, что если бы в случае Молдавии это случилось бы тогда, ну, понятно, что Приднестровье бы не вышло, понятно, что Гагузия бы не вышла, понятно, что... Но... Но референдумы же тогда просто сорвали у нас проведение. Нет, это был другой референдум. Это было о сохранении СССР. Это другой референдум. Да, наша, так сказать, национальная элита тогда в штыки, да не только наши, все, что это на самом деле о невыходе, как же так, мы уйдем, а территории останутся, а зачем они останутся? Так вы о людях думаете, либо о территориях думаете? Но если бы... Понятно, что если бы история не знает никаких, если бы, но тем не менее, если бы соблюдался этот принцип, то не было бы ни одного территориального конфликта. Потому что не было бы войн, и не было бы то, что сейчас происходит на Украине, понимаете? И то, что, не дай бог, так сказать, может добраться сюда и нам, понимаете? То есть вот о чем важно. Вы о чем думаете? Вы думаете о территориях. А думать-то надо о людях, на самом деле, если вы действительно политики. А если вы так, вот будете за власть, потому что власть, она состоит из приятностей, из комфортов, из вообще поездок там, и давайте мы вот... Почему еще? Прихватизация тоже состояла. Нет, ну это само собой. Кстати, я, например, считаю, что вот одной из причин, почему именно Россия оказалась тогда, вот Российская Федерация, как бы локомотивом этого распада, потому что... Причем, заметьте, принцип, что вот на территории есть, то все, ничего не делим. Долги, мы берем долги на себя. Правильно, вы берете, потому что те люди, которые это замышляли, они уже прекрасно понимали, Чубайс, Гайдар и все, что надо заняться при воде. Потому что Россия, у меня там недра. Все равно все самое жирное достается. Зачем, конечно, вот оно у нас. Хотя, конечно, ну понятно, недра недрами. Но и Молдавия, извините, была все-таки, ну не просто так, не то, что было сегодня. То есть, каждая республика получила в наследство от Советского Союза хороший куш, хороший куш. А вот как им распорядились дальше, это уже, знаете, вот это уже плохо. Потому что это все могло служить людям, всем, или хотя бы большинству, понимаете. А служить начало некоторым, особо, приближенным к власти, так будем говорить. Ну, как бы о прошлом поговорили, о будущем. У нас ждет, вот нам тут сообщили, что в сентябре будут под 1900 долларов тысячи кубических. 1800, там 80, что-то такое. Ну, почти 1900, да. Чуть-чуть не дотягиваем. А какие у вас ожидания от этой осени и зимы? Потому что вот уже телеканалом прислали ролики о том, что наши жители должны экономно, как там разумно пользоваться энергоресурсами, там, водой, электричеством и газом. Ну, мы как бы и так не особо-то расходуем то, что мы оплачиваем. Ну, в том тебе дело. Да, ну и тут как бы спасибо большое за то, что мы и так пытаемся экономить. Как вы намерены оплачивать коммунальные услуги этой зимой? Думаете, долги большие останутся? Ну, придется платить. Что делать-то? Ну, мы-то да, люди законопослушные. Думаете, вытянем? Ну, вы знаете, что такое вообще? То есть, ситуация на самом деле безобразная. Это так будем говорить, потому что государство относится к этой проблеме просто наплевательски. Мало того, что оно создало эту проблему своими руками. То есть, это рукотворный кризис. Это не то, что нам говорят, что везде так. Неправда не везде. Где-то так, а где-то не так. И мы узнаем примеры той же Венгрии, той же Сербии, если говорить о Европе. Но даже в том, что касается, ну, если, извините за выражение, министр социальной защиты, говорит о том, что, ну, по моим расчетам, 1% населения сможет оплачивать, а типа остальных. Ну, так ты, милый мой, ты кто вообще? Ты министр или ты что? Так ты министр, причем, социальной защиты. А где твои действия, потому что не 1%, ну, там, я не знаю, хотя бы, там, я не знаю, 30% могло, или, там, 50%. Что ты, как министр, предлагаешь? Ой, ну, я не хочу, не понимаете, как это. Да, ну, тут у нас по всем министрам можно пройти, задать много вопросов. Да, просто смысла нет. Потому что, горохом об стенку, знаете, тут не... Вот. Ну, какие ожидания? Ну, у меня одна надежда, на самом деле, что до того, чтобы... Не дойдет до отключения газа. Вот я бы очень не хотел, чтобы это случилось зимой, тем более. Потому что это повлечет за собой очень много разных нехороших процессов. Я вот не говорю о том, что холодно будет, может прекратиться и электроэнергия, потому что на газе... Ну, автоматически, да, на дизеле долго не поработаешь. Да, они могут там на мазут как-то перейти, а могут не перейти, это же все... Тем более, что откуда по поставке? Это Украина, господи, там война идет. Ну, что мы... Поэтому... Это вот надежда такая, надежда. А что касается... Ну, что-то, что-то будем платить зимой. Что-то, как в прошлые годы, будем потом доплачивать там термоэлектрики в летний период, когда не то самое... Будем пытаться выкручиваться. А куда деваться? Ну, что? Ну, при том, что... Конечно, нельзя исключать, что будут и протесты, наверное, какие-то... Люди будут выходить. Может, это будет стихийно, потому что я пока не вижу, кто может организовать большое количество людей, чтобы оно вышло и протестовало. Хотя, с другой стороны, ну, надо понимать, что, в общем-то... Как бы мы ни относились к этой власти, она является ставленицей. Их тут поставили. Их при помощи политтехнологии, при помощи, в общем, разных приемов привели к власти. И их будут держать. Да, может быть, там будут какие-то тусовки внутри. Может, из этой колоды там какую-то карту или там несколько карт выкинут и другими картами заменят. Но колода останется та же самая. Поэтому тут иллюзий быть не должно. Вот. Если они что-то начнут понимать, да не могут они. И я вот... Вот эти вот заклинания госпожи президента Санду, что вот невозможно с Россией вести переговоры, что вот это вот... Ну, на самом деле, за всем этим строится ее страх, понимаете. Ее... Так, а ты вообще хотя бы раз в жизни переговоры-то вела хоть с кем-то? Ты говоришь, что такое переговоры? Да, ты говоришь со своей позиции. Там сидит человек с другой позицией. Так для того существуют переговоры, чтобы до чего-то договориться, а не идти по пути... А, вот мы тут диктуем, потому что мы вот это самое. Мы хорошие люди и все. А те плохие, значит, ну, мы их будем давить. Знаете, будем там... Я отнюдь не являюсь сторонниками нашей оппозиции, но то, как сейчас власть поступает с лидерами, вот то, как поступили... Я ни разу не был, чтобы она за партию ушел. Но держать депутата Таубер в тюрьме только потому, что, на мой взгляд, она в состоянии завести, пусть небольшую толпу, но завести ее на протест. И поэтому... А вам протесты не нужны. И начинают придумывать всякие эти вещи. Ну, это не... Ну, и фумос. Ну, и фумос. Некрасиво. Совсем некрасиво. Как думаете, вот зачищать оппозицию будет окончательно и бесповоротно? Ну, если она начнет представлять угрозу, да, конечно. Ну, а как же? И причем это будет все делаться... Европа на это будет смотреть спустя. Рукава будут говорить, что, ну, слушайте, ну, Америка будет, Соединенные Штаты... Ну, что вы хотите, если у экс-президента Трампа проводят обыски, знаете, в доме, где он живет? Ну, конечно, они... Там демократия не пахнет. А уж, чтобы тут где-то пахло, да зачем им это надо? Им нужна власть, им нужен контроль. И ради этого контроля они будут закрывать гроза на любое беззаконие, любой беспредел. Ну, вот большие надежды делать уставки на нового, но с антикоррупционного прокурора. Но чем меня удивила, как бы, представитель нашей диаспоры, тем, что она сразу же сказала, подождите, я по всем делам, мы работать не будем. У нас рук не так много. Тем самым она сразу же объяснила, что, ну, я не знаю, может быть, мне показалось. Вот у вас не было ли ощущения, что тем самым она себя развязывает руки в том, чтобы, может быть, не исполнять какие-то заказы? Потому что вот это... Или наоборот, какие-то исполнять. Вот, но человек приехал из Соединенных, что-то может быть развитие. Вот мое предположение. Человек приехал из Соединенных Штатов, там есть все-таки культ собственного авторитета, репутации. Репутация, да. Есть это. И эта девушка сформирована в совершенно другом обществе. Совершенно. Возможно, тем самым она попыталась пояснить, и, возможно, ставки сделанные на нее не оправдаются. Вот как вы это видите, ситуацию? Да... Или посмотрим? Посмотрим? Ну, понимаете, я вообще как бы не сторонник того, чтобы варягов приводить. Для того... Это же, опять же, это все, чтобы замазать глаза. Потому что на самом деле, ну, есть все... Да, вот у нас костерят прокуратуру. И много лет, особенно после Дни года. Особенно вот после Плохотнюка, как вот с прокуратурой, что вот она такая, она сякая. Это инструмент, значит, там, захваченного государства. Соответственно, сращиваясь с судейской системой, с прокурорской. Все это есть. Но и в той, и в другой системе есть люди честные, порядочные. Абсолютно. Да. И если вы маломальские политики, ну, ваша первая же задача должна была бы, наверное, состоять в том, чтобы попытаться этих людей отыскать. Попытаться каким-то образом их вытянуть на руководящие должности. А это надо? Нет, ну, если вы действительно хотите бороться с коррупцией. Если хотите. А потому что, если вы... Для вас это просто предвыборный лозунг, который, ну, выстрелил в тот момент, понятно, ага, значит, тут вот кульки, а тут, значит, мы хорошие люди, и давайте, значит, мы сейчас вот это все. Ну и что? Ну и прошло дальше. А что вы... А дальше вы пришли. Сидит генеральный прокурор, человек, который из системы, человек, который не был замазан, так сказать, во все вот эти вот вещи. Человек, который понимает, что просто так этого, ну, левиафана не одолеть. Это надо делать аккуратно, надо постепенно, надо делать... Да, я тоже, наверное, ждал от него каких-то отстойного более решительных действий. Но, с другой стороны, я понимаю, что он все-таки профессионал. И он, еще раз повторю, он не был замазан. Нет, вы его убираете, потому что он не ваш. Он не ваш, и нечем ему там делать. Причем незаконно убираете. Со всеми... А как вы намерены вообще тогда... Как вы... На кого вы опираться будете? На вот эту девочку, которую привезли из Америки? Ну, что, ну, посмотрим, но, честно говоря, ожиданий нет никаких. И потом, что сама постановка вопроса, что значит, какие-то дела, какие-то не дела. Получается, что? Что те, которые будут заказывать, вы будете делать? Или какие? Как вообще вы будете определять, что важно, что не важно? Это не... Вообще, само вот юристы сами говорят. Я не юрист, но слышу, говорят, что вообще... Сама постановка вопроса, что вот есть дела первостепенной важности, это, ну, это не правовой подход. Вот. Все дела важны. Занимайтесь расследованием. Просто кого-то посадить хочется быстрее, чем других. Ну, правильно. Или держать на расстоянии. Может быть, не сажать, а вот так, чтобы вот не высовывался. Вот сиди там и помалкивай. А, не хочешь молчать? Ну, давай мы тебя там запретим, я не знаю, пользоваться интернетом, например. Так можно тоже вот. Ну, пожалуйста. Так сказать. И что? И что? Ну, вот бывший президент, предшественник Моя Санды Критадон сказал о том, что анонсировал выход 150 тысяч человек на площадь Кишинева. Вот вы верите в то, что, во-первых, дадут вывезти, во-вторых, 150 тысяч? Это реальные цифры? Видите ли, в чем дело. У нас ведь и потенциальные массы протестующих, они тоже поделены. Обычно на протесты так выходил в основном национально ориентированный сегмент, или националистически ориентированный. Ну, слушай, какие по-разному? Нет, ну, были, были. И самые последние вот эти протесты, которые начались тогда в 15-м году, да, ну, они начались на площади. Но тогда были объединенные силы, я бы так сказала. Потом, да, потом, когда появился фактор Русатова, который, так сказать, попытался какое-то время, ну, в силу там своей такой харизмы, который... Харизмантичный был персонаж, потеряла молдовская политика. Но это было. Вот. И потянулись люди, да, тогда удалось создать эту протестную массу. Ну, все это потом вылилось в никуда. Ну, не будем там в детали вникать, там, как Нолан прилетел в Бухарест, как это все было. Ну, протест оказался слит в итоге. А сейчас набрать эту массу для протеста, чтобы люди ходили... Ну, я отметаю, скажем так, заранее разговор о том, что вот людям надо платить. Понимаете как? Да, людям, наверное, надо что-то дать, там, если он целый день стоит на площади, там, чтобы он что-то поел, там, или выпил бутылку воды. То есть, просто так мне не тяжело. Людей надо доставить каким-то образом. То есть, это не просто... Хотя, в те протесты, я помню, люди сами сажали... Вот у него есть автомобиль, он сажал, садился сам, еще четыре человека садилось, и приезжали в Кишинев. Оставляли машину где-то там, и шли на площадь протестовать. Вот это да. Но я не вижу сейчас такого потенциала, готового таким образом протестовать. В 15-м году просто перегулялись. Единственное, кто еще попытается как-то тут держать волну, вот я вижу там по тому, как там у прокуратуры собирались, вот там вот сторонники партии, какая-нибудь большая группа, потому что да, у них есть свое такое вот ядро, но опять же, это масса, а массе нужен лидер. Вот, я как раз про лидеров хотела поговорить. Лидер один в Израиле, вторая в СИЗО-13, поэтому... Ну и третья тоже, Игорь Николаевич, все-таки одна из бедных фигур, и он сейчас у нас все под домашнюю. Да, нет, ну то, что у него, так сказать... Но я еще раз говорю, что я не знаю, правда, что будет в октябре с этими ценами, поэтому тут сейчас каким-то... Ну, я бы не стал предсказывать ни то, ни другое, просто надо посмотреть, как оно пойдет. А новые лидеры, вот как вы думаете, все-таки в стране случатся, потому что даже вот все эти рассказы о том, что вот у нас новые люди, хорошие ПК, значит, хорошие люди, в конечном итоге смотришь их биографии, и ты понимаешь, что люди в этой системе 20 лет, ну как минимум по 20 лет все работают, вот, вот, к своим сорокатам, с лишним годам, они вот прошли в жернова всех властей, как, ну, с девятого года. Ну, так неоткуда ведь взяться новым лидерам, потому что для того, чтобы они появились, их нужно воспитывать. Хорошо, тот же Стейн Огланд, например. Он, сейчас и он, Чабан, тоже тут заявил, что будет в своей партии. Ну, хорошо, но видите как, это люди, которые, скажем так, их образ, да, вот, или имидж, как говорят, сформировался в силу того, что они занимали какие-то должности, и, так сказать, на этих должностях с ними что-то такое приключалось. Их зажимали вот так вот. Их зажимали, или вот, скажем, они развивали такую бурную деятельность хозяйственную, какую развил Чабан, то есть они стали заметны, их запомнили, на них обратили внимание. Но в любом случае это не… Хотя да, ну что, можно сказать, что Чабан, допустим, прошел, он начинал все время в партии коммунистов, да, потом, значит, социалистов, да, прям бок о бок шли, да. Но было ли это школой политической? Я сомневаюсь, потому что вот я, скажем так, я… Мне нравится его энтузиазм и та энергия, которой, как он занимается проблемами города, можно не совсем соглашаться, но, в принципе, да, я это приветствую. Но его попытка вот вторая, по-моему, он там делал когда-то еще одно заявление раньше, по-моему, это фальстарт, мне так показалось, с точки зрения политики молдавской и как бы ее правил, потому что очень как-то все невнятно, очень как-то непонятно, какие, чего, как, европейская интеграция тут почему-то прозвучала, причем какой… Ну, Кишиня, второй ирландский город. Где ты и где европейская интеграция, извини. Хорошо, а тот же Стояногл, вот может, не может. Вряд ли, да. Надо у него спросить, хватит ли он, во-первых… Ну, ты почему, мы же рассматриваем потенциал людей. Ну, хорошо, Ирина Влах, вот есть тоже лидер, который себя тоже проявил на юге, вот, может ли ее воспринять. Или сейчас просто время сил, но не лидер. Ирина Влах – чистый и региональный лидер, так сказать, и не более того. Я не понимаю и не очень вижу, как она может на общем-молдавской, так сказать, просиять. И вообще откуда, и каким образом. Понимаете, на самом деле, конечно, наша политическая система находится в тупике. Именно потому, что из ее среды не могут появиться новые яркие лидеры. А почему это произошло? А потому, что никто этим не занимается. У нас партии не стали школой политического искусства, скажем так, или политического мастерства. Вот вы, знаете, вот есть там актерское мастерство, вот политическое мастерство. Они этим не стали, никто не занимается в рамках партии. Создаются для того, чтобы поучаствовать в выборах и захватить мандаты. Значит, там, мандаты парламента, а тут мандаты советников, там, тех, чтобы пристроить своих людей потом на должности, бюджетные. Ну, и наблюдательные советы всякие там тоже. Ну, и наблюдательные советы. То, что, откуда можно просто... Люди, чтобы существовали, чтобы имели средства существования. Значит, их надо прислонить. И сосаться к государственной машине. Государственная машина, либо, я не знаю, предприятия какие-то большие, типа Френзелуция, типа Молдова-Газ. Везде, где есть советы, где есть тот же там, что, Телеком, например. Да, вполне себе тоже, где люди кормятся, так сказать, просто потому, что они члены совета или представители государства. Потому, что есть какие-то пакеты акций у государства. Ну, и все. А так, чтобы готовить себе смену, так, чтобы, знаешь, вот давай, вот поучаствуй ты тут, давай, вот мы тебе это самое, давай, начинай. Этого не делал никто. Этого не делал ни один политический лидер на протяжении, начиная с господина Снегура, который этим не занимался, начиная, затем господин Лучинский этим не занимался. Никто из них не был. Господин Воронин, у которого была, на мой взгляд, мощная партия самая. Это, наверное, мощная за всю историю мало было. Не только у него была возможность, у него был период, когда можно было, в этой партии были очень разные люди, уж точно можно было подготовить какую-то смену себе. Самому идти по этому пути нет, тоже не пошел. Ну, а дальше что? Ну, вот Филат точно этим не занимался. А то, что, ну, ему же не до этого было. То, что там вот Майя Санду, Спыну, да все остальные, так или иначе, кто сейчас, они были в партии Филата, ну, да, они потом, так сказать, ну, пошли там по пути грантов еще где-то, за границей позаработали, кто-то поработал еще чего-то, где-то в каком-то бизнесе. Ну, и вот они сейчас, вот они тут. Но школу политического управления не получили, государственное управление не умеют. Ой, вы знаете, от Серафима Урегена недавно услышала, боже забытое, отраслевое. Вот, и я думаю, господи, а кто же в нашем правительстве знает это? Ну, в том-то и дело. Отраслевое. Отраслевое. Да. Поэтому, ну, чего удивляться. Мы живем своей жизнью, они живут своей жизнью. К сожалению, некоторые их действия, а чаще всего просто бездействия, ну, да, негативно сказываются на всех нас, но мы тут ничего поменять не можем в этом механизме, понимаете? В этом механизме их бездействия. Да, 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 бездействие. А в развал Академии публичного управления, это, в принципе, кузница должна была быть таких чиновников. Она и была в свое время. Да, чтобы для местных властей, там очень много людей не прошли через это. Вот вам не кажется, что это как бы приговор для этого государства? Ну, отчасти, да. Так не только это, и Академия наук, которая, ну, не может государство, понимаете, если вы не вкладываете в науку, пусть это будут какие-то отдельные направления, пусть это будет не так широко, как это было, допустим, в Молдавской ССР. Ну, не важно, но все равно нужно во что-то вкладывать. Потому что если вы, значит, вы просто не думаете о будущем. Европейская интеграция. Ну, знаете, я никогда не был сторонником европейской интеграции. Я в нее не верил и не верю. Почему? Я считаю, что эта сказка, миф не светит. А что такое вообще европейская интеграция? Вот у него... Но вот я хочу... Вот если подойти, скажем так, с привычных когда-то еще лет 10-15 назад принципов, да, ну, вот есть набор вот этих копенгангских критериев. Вот надо соответствовать, значит, есть стандарты. И, значит, страна, которая хочет, соответствует... И там идет перечисление и в экономике, и в праве, и в социальной сфере, и в полномочиях местных властей, и сколько много, так сказать, то есть самоуправление, принцип, то есть много. Вот то, что сейчас делают вот эти мальчики и девочки, которые с утра до вечера евроинтеграция, на самом деле они дискредитируют ту евроинтеграцию. Ну, правда, Европа тоже очень сильно поменялась. И поэтому, может быть, то, что сейчас происходит, когда мы видим, что, ну, в той же Германии, в той же Франции, так сказать, просто идет, что называется, одна идеология, которая не терпит никаких альтернатив. Просто нужно вот встраиваться в эту линию, и дальше нет. Потому что если ты начнешь там что-то такое говорить... И вопрос даже не в отношении к Путину. Ну, вопрос, допустим, вот, есть там свои традиции, есть что-то свое, тебя тут же обвинят в том, что ты или расист, или фашист, или еще кто-то, понимаете? То есть экстремал, маргинал, это уже совсем не та Европа, которая была, скажем, во времена, там, ну, я не говорю, там, то, что было там до меня, там, там, Аденаур, Виллибрант, там, я не знаю, Шаль де Голь, это то, что мы знаем из учебников истории, истории политики. Ну, это даже не, это и близко, не Европа, там, я не знаю, тот же Тэтчер, Гельмута Коля, Франсуа Миттерана, понимаете? То есть деградация, на самом деле. Я понимаю, на какую Европу мы ориентируемся? В том-то и дело, если на эту сегодняшнюю, где Урсула фон дер Лайн и вот этот Шольц, ну, ну, так, ну, да, вот, наверное, да, наверное, вот на эту Европу. Но только, извините, зачем она нужна, такая Европа? Так зачем она нужна? Это в том числе один из мотивов. Поэтому я, вот, лично мне, как не сторонник европейской интеграции, ну, я считаю, что моя псанда, ее партия делает все правильно, не дискредитирует, на самом деле, европейскую интеграцию, и пусть они это дальше делают. Вот за это я готовим аплодировать. Но только за это, больше ни за что. – Хорошее такое резюме. И не кажется ли вам, что он готовит просто страну к ее исчезновению, поглощению? – Ну, видите ли, мы им это решать, в принципе. То есть, если когда-то такое решение будет приниматься, оно будет приниматься центрами принятия силы геополитической, большими центрами, где-то там. Поэтому, а что тут готовить? Тут готовить-то ничего не надо. Скажут? Да. Не скажут, значит, будет вот такое вот, как вот это, знаете, есть вот, что хуже? Ужасный конец или бесконечный ужас? Трудно сказать, понимаете? Будет бесконечный ужас. – Спасибо большое за эту беседу. Ну, может быть, кто-то, да, надеялся на более оптимистичные прогнозы, но как бы осень и зима, пока оптимизма не внушают, надеемся, все переживем, вышивем. – Надежды терять не будем. Надежды не надо никогда. – Не будем, будем верить. Самое главное – это вера в то, что будет так, как будет, а мы, главное, останемся людьми. Это был «Механизм действия», встретимся через неделю здесь, в этой студии, с другими гостями. Ну, я думаю, будет столь же интересно слушать людей, которые приходят сюда и делятся своим опытом, своими видениями, взглядами на жизнь и на мир. Я Елена Лицкая-Пахомова. Встречаемся в следующую субботу здесь, на НТВ Молдова. Продолжение следует...